Всем огромный привет! Вы на канале Твой парфюмер, где мы честно и просто говорим исключительно об ароматах. Меня зовут Настя, конечно же, если вы заглянули ко мне впервые, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, оставляйте комментарии, лайки, в общем, с удовольствием со всеми с вами общаюсь. И, конечно же, с большим удовольствием приглашаю вас заглянуть в описание под этим видео, вот там вы найдете ссылочку на группу ВКонтакте, парфюмерную группу, где мы нашим таким парп-сообществом распиваем совершенно различные ароматы по супер выгодным стоимостям. В общем, это так увлекательно и интересно, конечно же, плюс живое общение, не пропустите свой шанс. Конечно же, есть ссылочки и на Телеграм, в общем, на почту, в общем, все-все-все оставлю вам внизу. Ну а мы с вами не теряем ни секунды, поехали! Да, получилось так, что надолго я пропала, то болела, то потом отпуск, то опять болела, в общем, короче, куча дел, куча дел, но, естественно, я подумала, что это такое, это же совершенно неприлично, в конце концов, нужно обязательно вернуться. И я решила прям бомбануть с десяточки классных ароматов и редкостей, и нередкостей, в общем, давайте начинать. Первый аромат у меня вот в небольшом таком формате, на самом деле было целых два флакона, но не успела я вам флаконы именно показать. Кстати, вот зайдете вконтакт, в группе вы увидите, была распаковка, прям полноценное видео. А говорю я, да, ребята, про Амуаш Гайданс. Знаменитый новичок, один из новичков, была я в Дубае, взяла два флакона, один прям мы сразу заочно еще в группе ВКонтакте распили, и, соответственно, второй уже разбомбили по ходу, пока вот уже приехала я сюда, и взяли остаток во флаконе у меня. Почему я так спокойно рассталась с Гайданс, ну ладно, с одним флаконом? Почему это я вдруг решила со вторым? Все объясняю сразу, потому что, скорее всего, у меня будет шанс приобрести его в полноразмерном флаконе еще раз. Ну, конечно же, я оставила и себе этого красавчика. В общем и целом, сразу скажу, первое впечатление, сначала он меня несколько испугал, хотя я обожаю вообще Амуаш, меня сложно чем-то удивить вот прям сильно, или напугать тем более, но почему я вот объясню, такая реакция произошла, вот я бежала просто бегом по вот этому огромному их торговому комплексу, да, самому большому в мире и так далее, в общем, много народу, вот это движение вперед-назад, вперед-назад, и опять же, и сам торопишься, и, в общем, какая-то суета, и тут бегом я вот случайно вижу стойку Амуаш, конечно же, я подхожу, прежде всего, к гайденсу, быстро наношу на запястье и убегаю вот так. Ну, во-первых, я увидела стоимость, да, и там она запредельная, именно в торговом центре, поэтому я посчитала, что я этот вопрос оставлю на момент вылета дьюти-фри, и на самом деле не прогадала, имейте в виду, вдруг кто собирается в дьюти-фри, он стоит дешевле, не намного, но дешевле, тем не менее, вот, и, значит, я благополучно с ним уехала, да, ушла, все, жара, все дела. Амуаши, конечно, как многим известно, раскрывается просто бесподобно именно в жаркое время года, но здесь меня, прямо, слушайте, волной накрыло, вот, максимально, там настолько все ярко, все too much, вот, вот просто везде всего очень много. Да, конечно, красивая, огромная пирамида, естественно, да, там очень хорошо слышно сразу и лесной орех, и османтус, который я очень люблю, и жасмин слышно, и, кстати говоря, груша заявлена, как-то она там не особенно вот выделяется, но, опять же, вот такой достаточно сладкий показался мне парфюм, ну, прям концентрированный, прямо вот такой, ну, очень, вот, как я уже сказала, вот, но, значит, прошло время, вечер, все, мы с ним уже поспали ночью, мы с ним проснулись утром, вот, он уже развеялся, кстати, что меня поразило, он действительно очень круто прям просидел у меня на коже, вообще никуда не убежал, не испарился, ничего с ним не произошло, не случилось, вот, и когда я оказалась уже в аэропорту, вот, самое интересное, да, было достаточно, в принципе, времени до посадки в самолет, и вот, вы знаете, когда я осталась одна, меня никто не дергал, вокруг не было вот этой какой-то нереальной суеты, вроде, казалось бы, смотрю, так сиротлива стоит совершенно стоечка вот этого амуаж, я вообще, честно говоря, была удивлена, там значительно круче представлен, не знаю, пусть там шанель, ну, вот это все вот известное, да, люксовое, но вот амуаж стоит себе скромненько в сторонке, значит, ну, естественно, я спокойно себе подошла, вижу никого, вот я его наношу еще раз, и, ребята, я влюбилась просто, я не знаю, чего там случилось и произошло, вот, действительно, иногда нужно в каком-то таком степенном формате, знаете, когда вот не надо никуда бежать, постоять спокойно, все-таки послушать, а еще лучше подойти не один раз к аромату, вот, случилась и со мной ровно та же самая история, при том, что его собрат из новичков тоже женской коллекции, мнение сильно зашел, хотя тоже достаточно любопытный формат, вот, а этот, конечно же, слушайте, ну, у меня очень оценил и муж, и мне сам очень по-настоящему все близкие, шлейфи, конечно, он крутой, и, знаете, что, чтобы вот у вас он не душил, ни в коем случае, да, аккуратно, дозировано, прямо наносить, потому что, правда, он бомбит, единственное, что, вернувшись в Питер, у нас прохладно, конечно, была прям большая разница, потому что он сразу начинал прятаться, вот, несмотря, все-таки его красота раскрывается полноценно в тепле, себе десяточку я, конечно же, оставила и жду, вот сейчас у нас прям вообще упала температура до семи, там, пяти градусов, короче, невозможно, противно, холодно, и вот, когда будет сейчас уже пожарче, потеплее, вот туда ему дорога, берегу его красавчика, гайденс мне зашел и понравился безоговорочно. А следующим будет тоже достаточно редкий гость у нас, и это зоологист, зоологист кардинал, в общем, тоже, вот у нас в группе ВКонтакте я предложила разные абсолютно ароматы от зоологиста, и собрали мы именно его. Знаете, как, вот интересно, я, честно сказать, даже где-то переживала, потому что у меня до этого лично их не было, и она слышала, что у них достаточно много анималики, в общем, они такие своеобразные, там кому-то конюшни, кому-то свинарники, кому-то коровники, короче, кому что. Вот, поэтому я, конечно, переживала, но, да, естественно, я увидела, что кардинал, ну, в общем, более понятный, без всяких каких-то таких вот премудростей. В общем, он у нас ехал с Европы, долго мы его ждали, ну, почти два месяца, чуть меньше, и вот, наконец, конечно же, он приехал. Я с удовольствием его нанесла, и на сгиб локтя. Слушайте, ну, там заявлено достаточно много зеленых нот, там и бергамот, там, кстати, даже роза, шалфей, мох, и, в общем, чего там только нет. И знаете, что меня прям поразило? Это, во-первых, действительно насыщенное звучание, хотя многие оценивают, что зоологисты не сидят долго, в общем, они быстро улетают, уходят и все тому подобное. В общем, как-то не сильно впечатляются. Вот здесь прямо аромат свежескошенной травы. Это то, что слышу я. Вот очень насыщенный аромат вот этой вот... Я вообще, кстати, к слову любитель, я вообще фанат, когда вот начинают косить траву. Для меня это какой-то определенный вид вот запахов, который мне прямо очень нравится. Поэтому, конечно, он меня впечатлил сразу. Я подумала, ой, ну, это как бы наверняка 100% уйдет, да, быстро, и все дела, тем более, так его себя оценивают. Слушайте, ну, каково было мое удивление, он прям продержался очень круто, он так начал раскрываться, прямо хорошо. Да, кстати, там пачули есть, мне тоже очень зашло, очень зашло, как именно зазвучали пачули здесь. Поэтому вот зелень, чуть цитрусов и пачули, конечно, вот этот потом добавляет сырость муха. Очень прикольно, очень натуралистично. Короче, кайф, особенно в летнее время. Совсем другое по настроению будет представитель от Пенхальгенс Луна. Ну, это вообще восторг, конечно, это прям девичий такой формат, очень девчачий, да, вот. Он такой очень нежный, очень мягкий, женственный, действительно, ну, поднят вот это вот стандартное их все оформление, бесподобное. Слушайте, ну, я сказать честно, с ними знакома, конечно, не со всеми, ну, с такими самыми, в принципе, популярными. А вот с луной как-то не приходилось. Вот я ее получила, но действительно, такой формат ухоженности. Там тебе и ягодки, и цветочки, и как-то вот вычленить на самом деле тяжеловато что-то одно. Кстати, очень молодая, вот единственное, что могу сказать, очень молодая роза. Значит, у меня какие произошли с этим ароматом ассоциации, сразу скажу. Вот ощущение именно утреннего времени, да, вот самое-самое утро, но в преддверии жаркого дня, вот выходишь в какой-то сад, где тебе и фруктовые деревья, и тут же ягоды, и здесь же совершенно молодые вот эти невинные, совершенно розочки, вот такие вот чайные. На них еще капельки росы, и вот это все суммарно вот поместили здесь для меня во флаконе. Действительно, как я уже сказала, вот прям как перышко, женственно хорошо, под платье, в общем, все дела, вот это прям зайдет на все 100%. Мне понравился, хороший, да, конечно, не дешевый, но прикольный, так что имейте в виду, классная луна у них получилась, классная. И, пожалуй, еще один аромат, который на самом деле меня удивил, я бы себе его вот так в коллекцию, наверное, бы даже не подумала взять, но предложили, да, по хорошей стоимости. Мы собрали все вместе аромат от лолик, electric purple, слушайте, но опять же для меня лолик стал открытием, прямо немного ароматов мы собирали, но вот здесь, во-первых, это у нас есть другой были они линейки, такие вот эти золотые у них, да, флакона. Вот, а здесь на самом деле, учитывая, что стоимость была достаточно приятная для них, прямо они меня поразили. Во-первых, мне очень понравилось звучание некоторой озоности, знаете, вот этот электрический действительно разряд, как будто бы мне показалось после именно вот грозы, вот, либо в саму грозу, когда попадаешь, да, и вот прямо везде бах-бах, вот это все, все дела, либо сразу после нее выходишь, и вот этот аромат в воздухе просто тебя поглощает вообще. Ну, плюс еще, конечно, там тоже цветочные есть ноты, понятно, это очень аккуратно, для меня это чисто женский вообще формат, не вижу его на мужчине, хотя, может быть, есть такие эксперименты, почему нет. Тем не менее, вот еще раз подчеркну, за свою цену, в принципе, очень даже неплохо, средние для меня показатели стойкости шлейфа, опять же, для тех, кто ищет приятный такой хороший, ладно, скроенный аромат, не за какие-то супер-пупер-огромные деньги, тогда вот особенно обратите внимание, ну, действительно хорош, мне кажется, один из самых действительно популярных у лалик, это вот именно electric purple. В общем, класс, мне зашел. Ой, дальше все будет достаточно просто, у нас здесь с вами зарко-парфум, их одна из самых знаменитых молекул, 2, 3, 4, 3, 8, и за ее супер, друзья мои, там, и за ее супер, все, значит, для любителей молекулярных ароматов, наигрались с молекулами, да, которые сентрики, не сентрики, вот, хотите тот же молекулярный формат, не знаю, джилет, хозыган, вам уже все не заходит, хотите что-то другого, значит, попробуйте зарко-парфум, ну, многое понятно, что, естественно, знакомо, да, и там розовая молекула, и сиреневая молекула, и муза, и, в общем, чего там только нет, классный, кстати, у них аромат, и юс, там, и так далее, и так далее, вот, и здесь все достаточно просто еще раз, вот, палочка-выручалочка, не знаю, что надеть, я хочу в спортзал, я хочу, не знаю, в театр, я вообще в жаре нахожусь, мне ничего не хочется на себя надеть, вот что-нибудь такое легонькое совсем, либо я хочу наслоить еще другой аромат, вот здесь зарко-парфум вам однозначно зайдет, да, это еще раз повторюсь, без всяких заковырок, в принципе, парфюмерный дом, есть у них прикольный, кстати, мне очень нравится линейка, вот этих вот, клад коллекшн, да, где нужно встряхивать их ароматы, забавные, вот, опять же, мы такие собирали, но вот, тем не менее, еще раз вернемся, и за юсупер любители молекулярных форматов, никого не задушить, сами не любите носить яркие ароматы, вот это вам зайдет, однозначно, прям 100%, прикольный, хороший парфюм. Так, следующий малыш у меня здесь такой в руках, это у нас уже совсем небольшой форматом 50, это Котеля Маиса Парфам, значит, слушайте, очень красивый, действительно, аромат, да, он уже, понятно, более высокой ценовой категории, ну, красавчик, конечно, у него очень, знаете, такой интересный, я вот сразу не могла понять, что он мне в упор напоминает, я потом уже поняла, ДНК, Шанель Мадемуазель, Коко Шанель Мадемуазель, да, вот, очень похож, вот этот вот почерк Пачули для меня прямо вот в Мадемуазель, ну, много где, да, повторяется сначала, я не врубилась, если честно, ну, тут много всего, тут слива, всякие ягоды, в общем, тоже зеленушечка, и это прямо действительно, вот, я нанесла, и потом я вот долго пыталась понять, с чем он у меня прям так вяжется в моей голове, и вот оно ко мне снизошло, для меня он напоминает Мадемуазель, честно сказать, не знаю, не залазила на фрагу, что там про нее говорят, тем не менее, значит, тоже классная стойкость, классный шлейф, все хорошо, очень так жизнерадостно, легко, весело, и, в принципе, хорошо скроено, а, кстати, к вопросу, слива я там не сильно услышала, для меня больше такой ягодно-цветочный, очень приятный, и с почули формат замечательный, в общем, опять же, вот на весну, на лето, прям стопроцентный, ну, попадание стопроцентное, конечно, зайдет, понравится, особенно любитель еще раз Шанель, обратите свое внимание на него. Один, пожалуй, из самых популярных ароматов летом, это Джульетта Хезеган Ванила Вайпс, ну, ребят, я к нему, конечно, неоднократно подходила, и в том году у меня был просто выбор, я все время металась между двумя, между ним, между Монсером Холидейс, да, в общем, очень схожа у них пирамида, значит, здесь у нас морские ноты, соль, ваниль, там, ботанка, в общем, орхидея, все дела, и вот в Холидейс мне показалось чуть больше напора, я как бы люблю такое, чтобы поярче, чтобы так помощнее, самое интересное, что несколько от Холидейс я в том году летом, реально, представляете, устала, для меня это вот, ну, нонсенс, на самом деле, потому что я люблю, еще раз говорю, такие вот яркие форматы, и я вспомнила, естественно, про Ванилла Вайпс, решила, опять-таки, ее предложить собрать, совместно взять и выкупить по классной цене, и когда она приехала, вот, первый раз я беру, буквально, распаковка, вдыхаю и понимаю, как это чудесно, все-таки, как это классно, это очень аккуратно, опять же, летом, когда мы используем различные, там, всякие масла для загара, да, там, уходовые средства и так далее, вот это вот в летний период, все чуть солоноватое, с ванилькой, это так замечательно заходит, это очень круто звучит, стильно, вообще, класс, и здесь вот, я говорю, чрезмерного напора нет, ни зубодробительного, короче, не задушит, ни вас, ну, вообще никого, поэтому, ну, обалденный формат, я люблю очень, единственное, что вот сюда бы я еще кокосика бы чуть-чуть добавила, вот такой вот, ну, люблю-люблю-люблю, вот, но, тем не менее, вот в нем есть воздух, он дышит, он замечательный, стойкости, шлейф у него достаточно средний, еще раз говорю, для него и не нужно больше, потому что иначе может такой формат тоже, надо есть, задушить, придушить, а тут все очень деликатно, красиво и неимоверно круто звучит. Не первый раз у меня в видео этот аромат, это Монталь Эрбалакватико, только флакон другой, это новый, вот, значит, этот аромат, я вам хочу сказать, просто не достать, то есть первый раз, когда он у меня появился, еще вполне можно было его купить, а сейчас это просто целая беда найти его, и, конечно же, когда вот этот вот флакончик в 100 мл появился, мне сказали, что да, его можно взять, я просто не раздумывая схватила, для меня этот аромат, конечно, очень похож на Эрбапура, не только для меня, но, значит, как бы вот, я люблю, очень люблю Эрбапура, но, как бы вот не говорили, тем не менее, это аромат несколько другой, он мягче, он, знаете, живее, он звонче, он не такой нагруженный, он такой, как, ну, вот, младшая сестренка, там, не знаю, младший брат будет, будем так говорить, вот Эрбапура, еще не набравший настолько сильных оборотов, поэтому, мне кажется, он более универсальный, и действительно, очень красивое сочетание зеленых нот, безусловно, это классное вот именно сочетание зеленых нот и вкусных фруктов, да, каких-то экзотических цветов, это классный жасмин, это все очень звучит красиво, объемно, стойко, шлейфово, и, знаете, вот, позитивно, действительно, с этим ароматом хочется улыбаться, хочется порхать, плясать, скакать, в общем, он молодец, вот, прямо без улыбки к нему, ну, нельзя подойти, поэтому, мне он, ну, безумно зашел, молодцы, ничего, зубодробительного мускуса лично я там вообще не слышу, поэтому, ему однозначно быть, тем более, весна, лето, короче, просто огонь, пушка! The House of Wood Keep Glazed Я в этом году, еще его, вот, до этого момента, не тестила вновь, тестировала только летом того года, и, знаете, я, как бы, так, к нему отнеслась позитивно, но спокойно, и вот, когда он приехал в этот раз, слушайте, ну, я, во-первых, была в преддверии, в предвкушении, я начала вспоминать эти все замечательные ноты, и мне, конечно, безусловно, все это очень нравится, вот эти все тропические истории, здесь, конечно, шикарнейший манго, просто великолепнейший лист клубники, все это с ледяным лимоном, как будто, вот, просто не дает возможности вам прийти в себя, то есть, это, вот, знаете, из навовчана, как тот конек-горбунек, вот, этого все прыгал-прыгал, вот, и вот здесь просто одни ноты сменяют другие, тут и кокосы, взбитые сливки, и это все, конечно, просто бесподобно, еще раз, шикарно совершенно на любой образ, ну, конечно же, в теплое время года просто шикардос, классный, конечно, вот эти их флаконы, ну, супер, да, вот это все говорят, что это ручная роспись, что ни одного такого похожего больше флакона нет в мире, вот, ну, и, конечно же, значит, по показателям для меня, выше среднего, не стойкий, так, чтобы на следующий день, я еще слышала, хотя, ну, я не берусь утверждать, так же не у всех, правильно, это я про себя только, вот, поэтому я не удивлюсь, что он, на самом деле, может, там, прямо и на следующие сутки вы будете его слышать, потому что он достаточно яркий, плотный, на самом деле, у него много таких сладострастных, хороших нот, и, опять же, подчеркну, обилие вот этих вот нот ледяного лимона не дает скатиться этой парфюмерной композиции в какую-то невозможную сладость, все там отлично, и сладенько, и свежо, и чуть кислинки, и, короче, вот такой очень тоже классный, яркий, позитивный аромат, вот, поэтому искренне советую, кто еще не знает, обязательно подходите, не зашел первый раз, зайдите через время, вот, потому что, правда, я какие-то ароматы ругала, в том году, в этом году, у меня уже несколько другое, да, восприятие, все индивидуально, как всегда, вам повторюсь, keep glazed, просто потрясающе, да, кстати, он мне где-то напоминает жвачку love is, представляете, что еще, тем более, делает его более любимым, более таким вот близким к моему сердцу, все понравился, прямо супер, вашему вниманию, я очень рада представить одну из последних новинок у грити, это сырокуза, я надеюсь, что мы еще соберем, у нас еще там на подходе новенький Gossip Night, добавляйтесь обязательно в контакт, участвуйте, еще есть свободный миллилитр, и здесь, ребят, меня прямо очень поразил, я вообще с большим уважением отношусь к грите, и, конечно же, вот эти линеечки, их, да, вот эти голубые, зелененькие, такие акварельные, акватические, как правило, на меня не производят сильно такого глубокого впечатления, но, знаете ли, не в этот раз, ракуза меня поразила, чем? Они молодцы, они здесь замиксовали, и свежие ноты, вот эти все, да, и зеленые, и бергамот, и там же все вот эти цитрусы остальные, но тут шикарно звучит цветок тиары, слушайте, просто бесподобно, там есть, конечно же, и вот, и сливочные ноты, и миндальные ноты, ой, супер, вообще, конечно, вот, знаете, говорят про то, что туда входят солнечные ноты, сказать честно, я не понимаю, как пахнет солнце, ну, там могу, там разогрена, ну, да, понятно, разогрета кожа, там все дела, но здесь вот это все суммарно изобилие, но действительно, как будто бы солнце во флаконе, вот вам передают, здесь не какой-то, знаете, избитый момент, просто вот морских нот с солью, нет, не, вообще не про морские ноты, это вот именно сладострастные экзотические ноты, с зелеными нотами, и тут же, вот я говорю, цветение, неимоверно крутой тиара, я обожаю вообще тиара, конечно же, вот, вот все это действительно поглощает просто в этот флакон, кстати, здорово он сидит, классный шлейфит, опять же, показатель выше среднего, для меня не прямо супер, там какие-то нереальные, тем не менее, еще раз, в теплое время года, оно и не нужно какой-то зубодробительности, да, и не нужно так, чтобы это прям вообще всех душило, он очень красив, вообще, я настолько была поражена, и поражена до сих пор, не ожидала, это один из моих любимчиков, слушайте, я реально подумаю на тему себе приобретения прям полноразмерного флакона, шикарен, абсолютно не ожидала от них, что вот именно в этой коллекции акватической, да, скажем, свежачков, появится настолько вот прям жемчужина, жемчужинище, вообще, поэтому призываю вас обязательно его попробовать, берите прямо с закрытыми глазами, правда, он шикарный, просто вот бесподобный аромат. Все, дорогие мои, вот и подошло к концу это видео, сколько у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, десять, десять ароматов, как я вам и говорила, надеюсь, вам было со мной интересно, как и мне с вами, простите, что надолго исчезла, я больше этих ошибок не повторю. Ну и, конечно же, еще раз призываю вас, заходите, обязательно добавляйтесь в группу ВКонтакте, оставляйте свои лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, жду вас с нетерпением, у нас очень круто и весело, делитесь своими впечатлениями, все, всем всего доброго, до новых встреч, пока!